Отлично, давайте мы такое же рассуждение проведемся, хорошо? Так, голосование «Кто еще не спит?» Отлично, все, спасибо, спасибо. Кстати, все понимают, что если бы я провел голосование «Кто спит?», то это было бы нечестно. Потому что спящий человек не в состоянии поднять руку, да? Между прочим, что называется, из анекдотов математических, совершенно замечательно произошло вчера. В нашей стране Михаил Чуров, глава Центрального Градника Миссии. Так вот, он выступил с совершенно потрясающей и законодательной инициативой. Он пообещал, внимание, засудить каждого человека, который употребит число 140. Знаете эту историю, да все? Что такое число 146? История совершенно потрясающая. Дело в том, что он же всегда, в течение многих, многих лет, подделывает руку. И обычно он как-то, подделывает, бам-бам-бам-бам, ну и печатает результаты, и там якобы никто не догадается. А там они имели глупость. Прямо в прямом эфире вывести на экран такую штуку. Там за такую-то парту столько-то голосов, за такую-то, за такую-то, за такую-то, и в сумме получилось 146%. Понятно, что у них произошло. Обычно они прикидывают там, этим надо там ну, этим надо ну, этим поменьше, этим поменьше, складывают, делят потом на сумму каждое число, получают 100% и это публикуют. А здесь забыли. Понятно, да? То есть то, что они публикуют, никакого отношения к реальному голосованию никогда не имеет, но здесь они забыли поделить. Ну и, соответственно, как бы это, ну, поскольку передача была в прямом эфире, это они не успели остановить. Вот, это такое абсолютно доказательство того, что всё, что они делают, это понятно. Вот, замечательно. Так вот, внимание, Чуров пообещал сделать так, чтобы каждый россиянин, который упомянет число 146, Сразу пойдёт под суд. А закон ещё не правит. А я и не права. Закон ещё не вступил в силу. Ха-ха, я и не почти грамотный. Вот, а теперь, ребята, представьте себе, что будет в тот момент, когда этот замечательный человек добьётся принятия этого закона. Считают детки. Раз, два, три, четыре, пять. Та-та-та-та. 143, 144, 145, 147, 148, 149. Вот. Как будут устроены места в театрах? Представляете? Представляете? Пришёл в театр. Ага, 145 плюс 1, 147. Как будут устроены калькуляторы для россиян? Человек пишет 23 плюс 123. Нажимает на равно и получает сообщение. Ответ не может быть опубликован из-за статьи такой-то законодательства Российской Федерации. Классно? А почему это просто взять на... 146 нельзя говорить. А почему взять на единицу больше и вычесть единицу? Да. Нет. Или калькулятор будет писать ответ на единицу больше, чем число 145. То есть, знаете, придётся калькуляторы, компьютеры, как-то, что называется, для российской реальности, да? Вот, что называется... Вот. Ну, это ладно. Это... Что? Не-е-е, будешь не... Чё с тобой? Вы говорите, законодательство надо свято исполнить. Вот, законодательство. О-о-о-о, я придумал. В школьных учебниках будет написано так. Число на 5 меньше того натурального числа, которое в нашей стране нельзя называть. Скажите, что это за число? Задача ветер-воклассников. Представляете? Да что? Смотрите, а так как 146 запрещено, то есть законе. Число с 146, смотрим, как это нельзя, то есть закон сам же себя и отменили. Нет, на это известно. Нет, это такое... Подождите, здесь для этого законный акт. То есть, ну, бывают такие ситуации, когда там законы, а воростайны, да? Что такое гостайна, понятно, там не написано. Ну, нет, это хватит, это нормально. Так, ну что, я вас произвлекал? Ну, вернее, чё вы вас произвлекал, да? Вот, а я теперь займусь более весёлым делом. Спасибо. Спасибо.